На данный момент, на сегодняшний день, зоопарк пока не испытывает никаких особых проблем. У нас есть хороший запас кормов, есть еще поставки продолжаются. И мы сделали на всякий случай уже такие запасы воды, если вдруг что. Свет в зоопарке есть, все работает, коллектив на месте, люди работают, поэтому ничего пока страшного для зоопарка не произошло. Очень многие люди обращаются к нам с предложением помощи. Я хочу передать свою благодарность, огромное спасибо всем, кто готов помогать. Предлагают корма, на сегодняшний день это не надо, я не хочу заранее, раньше времени просить помощи, потому что пока что все нормально. Когда это понадобится, это может понадобиться, как, например, в других зоопарках. Вот тот же Николаевский зоопарк, они уже несколько дней просили помощь по мясу и рыбе. У них поставки прекратились, в других зоопарках в 12 месяцев, в Эрдманекопарк, там вообще катастрофа. Нас пока Бог миловал. Поэтому я не хочу заранее, как бы, кричать волки. И я обязательно обращусь к одесситам, к волонтерам, к очень многим людям, которые мне сегодня предлагают помощь, за помощью, когда она действительно понадобится. Нам понадобится, наверное, потом и корма, нам понадобятся руки, возможно. То есть волонтерская помощь, очень многие предлагают такую. Очень многие предлагают финансовую помощь. И, наверное, мы уже в скором времени просто в интернете разместим наши реквизиты, для того, чтобы желающие могли переводить нам финансовую помощь, потому что мы сейчас закрыты, мы денег не зарабатываем. И финансовая помощь тоже понадобится, потому что наши доходы, как бы, тоже входили в наши планы. Нам городской бюджет деньги дает, но нужны еще какие-то, конечно, доходы. Поэтому это мы, наверное, сделаем, как и другие зоопарки. Мы организовали помощь в передержке животных, мелких домашних животных. Очень многие сегодня люди уезжают из Одессы. Сегодня восьмой день, как мы принимаем животных. Мы приняли больше трехсот экземпляров самых разных. Это и черепахи, и хамелеоны, и змеи, и гуаны, и попугаи, и другие птицы, и много грызунов, кролики, шиншиллы и так далее. И хорьков даже нам дают. Мы стараемся людям помочь, тем людям, которые уезжают. Я хочу подчеркнуть, что мы всем поможем, кто в этом нуждается, кто уезжает, кому негде оставить своих животных. Бывает, сдают ребята, которые ходят в терраборону, у них остаются без присмотра животные. Здесь нужно помочь и животным, и людям. Поэтому мы стараемся максимально здесь оказать помощь.